здравствуйте вот сегодня я думаю мы завершим историю с разбитым пионером и двумя потенциальными донорами так разбитым пионером уже разобрались делать мы его не будем отправили его на полку теперь возьмем одного из доноров который теоретически был в очень неплохом состоянии это проигрыватель модели pl l50 значит но он отличается от 550 только тем что у него нету автоматического поиска треков атака классический тангенс директ драйв с кварцевой стабилизации ну и всякие прочие пионеровские примочки позднего периода выпуск проигрывателей хорошие проигрыватель ничего не могу сказать мне лично нравится здесь стоит родной звукосниматель пионеровский pc 3300 т с алиптической иглой игла сохранилась хорошо это я проверил правда пришлось на другом проверить но это потом в принципе все хорошо значит забавно было что значит первое я не встречал среди поздних проигрывателей конца 70 80-х годов проигрыватель у которых был бы заклинен мотор это первый раз моей жизни случилась такая история просто намертво там смазка вся засохла ну значит так как я все же решил немножко подзаняться разобрал там почистил смазала сейчас все хорошо значит мотор у нас вращается без проблем дальше значит естественно полная замена замена пасека пасек был он хотя и был но был в ужасном состоянии высохший значит самое забавное что и смазка на направляющей тоже застыла и тонарм не двигался не только из-за пасека но из-за смазки но это все оказалось не проблема значит теперь у нас что у нас двигается видите тонарм вот все тут хорошо у нас сюда он едет значит обратно он едет вот значит ну этой модели авто детектор вы знаете да вот здесь вот такие вот дырочки значит это авто детектор размера пластинок то вот с на этой платке там стоят два светодиода вот а внутри там стоят приемники которые во время вращения либо засвечивается либо не засвечивается мои ручками тут можно попереключать скорость но значит этот проигрыватель я тоже не доделал не доделал потому что мне лениво возиться а причина очень простая причина очень простая у проигрывателя не работает трекинг тонарма то есть он не хочет никак двигаться никуда вот хоть ты тресни вот тонарм значит и я ну чисто ради смеха померял напряжение на значит вот этой платке которая тут напряжение на модуле контроль отклонения тонарма в соответствии с данными сервисной инструкции там вот в покое должен быть 1 вольт а при максимальном отклонении 3 вольта ну там ничего рядом и нет и нас и вывести на этот уровень регулировками нельзя в покое сейчас он 0 20 20 220 милливольт максимальном отклонении 450 милливольт значит ну что я могу сказать но понятно что скорее всего значит либо где-то контакт вот либо где-то что-то вышло из строя хотя насчет вышло из строя сомневаюсь это вероятнее всего тема контактов вот ну значит этот проигрыватель мы тоже собираем и отправляем его значит на стеллаж вот в таком виде потому что я сначала хотел думать дай сейчас сяду да как покопаюсь да как на сделаю а потом подумал ночью время терять смысл никакого в этом нету может быть кто-то из будущих поколений и ходе захочет заняться хотя я сильно сомневаюсь в этом ну и под конец у нас с вами модель и второй донор модель пионер пейлил 550 ну конечно чистый донору к тому не годится пошли немножко другая модель крышки ну а так тут все в общем то в принципе то же самое что и у 50 модели вот значит сервисную инструкцию я к нему не нашел но судя по всему тут если есть какие-то изменения то не принципиальные так значит что у нас здесь было значит у нас здесь был только пасек пасек ну заодно значит там смазал направляющие направляющие тонарма чтобы все так сказать уже дома довести но вот тонарм у нас теперь бегает весело вот значит заодно я отрегулировал значит регулировала настройку трекинга тонарма в соответствии сервисной инструкции на 50 но суть по виду плат не отличаются я думаю это скорее всего просто плата была взята от 50 модели вот и эта модель работает вот наконец у нас из трех без серьезных значит усилий получилось и живите вот эту модель ну значит все здесь хорошо и тоже звукосниматель здесь пионеровский родной pc 3000 футри не 3300 т и тоже игла в хорошем состоянии я даже его послушал и играет он вообще шикарно отлично играет звук мне очень понравился да про предыдущий я еще забыл сказать что у него еще коврик был погнут вот ну я думаю что если его засунуть кипяточек немножко там подержать то он распрямится а так из-за погнутого погреба наши пластинки конечно болтаются ну вот а этот работает у нас очень хорошо значит трекинг идет нормально вообще не не никаких проблем с трекингом нет и и в принципе с ним проблем никаких нет то есть модель отличная все работает все хорошо единственный минус там трещина на крышке прям посредине ну что поделаешь что есть то есть ну и понятное дело этот проигрыватель тоже у нас будет отправляться на помоечку ой извините на полочку пахачку мы ничего не пока не выкидываем будем выкидывать позже ну вот пожалуй все про эти три проигрывателя историю с ними значит в результате у нас есть один из трех это хорошо хотя 50 я уверен что его не трудно будет отремонтировать просто я уже не хочу вывозиться потому что как бы смысл не интересно и потом есть много других задач у меня еще там в коллекции там больше двух тысяч по моему грамм пластинок который надо архивировать вот я пожалуй этим продолжать заниматься но естественно время от времени будем с вами продолжать встречаться с еще разные всякой рухлядью и проигрыватели полно еще всякого дерьма и такое чего вообще еще не добирались вот поэтому до скорых встреч хорошего дня удачи здоровья и благополучия спасибо